Добрый день, дорогие коллеги. Меня зовут Елена, я ветеринарный врач лаборатории ВитЮнион. Сегодня мне выпала большая честь открывать нашу лекцию, которая называется «Дела сердечные, о чем расскажут биомаркеры и электролиты сердца», которую нам прочитает ветеринарный врач-кардиолог Юлия Владимировна Кэдман. Коллеги, я также хочу напомнить о том, что все возникшие вопросы по ходу лекции вы сможете задать в комментариях ниже под видео. В конце лекции хочу напомнить о том, что в нашей лаборатории проходит акция, которая называется «Контроль сердца». Они подробнее я упомяну на последнем слайде после замечательной лекции Юлии Владимировны. Сейчас передаю слово лектору. Юлия Владимировна. Спасибо большое. Здравствуйте. Сегодня я вам расскажу про такие важные методы лабораторной диагностики, как определение электролита в крови и биомаркеры сердца. Можно, пожалуйста, включить презентацию. Так, видно? Сейчас, секундочку. Первый слайд. Из-за того, что у нас небольшая была техническая заминка, слайды будут переключать мне Елена. Можно дальше. Начнем мы с того, что, в принципе, сердечная недостаточность, что это такое? И кто же наши пациенты, которых мы будем исследовать? Вообще, сердечная недостаточность – это синдром, который выставлен декомпенсированным нарушением функций миокарда. То есть у сердца, как и у любого органа, есть определенный запас, когда оно работает в условиях повышенной нагрузки и справляется с ней. Когда сердце перестает справляться с этой нагрузкой самостоятельно, тогда мы можем видеть симптомы сердечной недостаточности. И по течению сердечная недостаточность бывает острая или хроническая. Ну и по атеологии бывают кардиогенные причины сердечной недостаточности и некардиогенные причины сердечной недостаточности. Так вот, когда к нам приходит животное, мы должны в первую очередь себе ответить на вопрос. Наш пациент – это пациент с острой или хронической сердечной недостаточности? По опыту я могу вам сказать, что если приходят с острой сердечной недостаточностью, то, как правило, это именно осложнение хронической. То есть когда все-таки уже идет какой-то хронический процесс, но потом либо перестают работать лекарства, либо животное не получало в принципе никакой терапии, владельцы не замечали признаков хронической сердечной недостаточности, не обращались в клинику и приходят уже, например, с отеком легких или с тромбоэмболией у кошки. Соответственно, и второе, второй вариант – это если приходит пациент с хронической сердечной недостаточностью, нам надо определить, это первичный пациент, то есть он раньше получал терапию, не получал терапию, как давно он получает, в каких дозировках он ее получает, потому что те препараты, которые поступают в организм, они также могут влиять на анализы крови. Соответственно, зная эти, зная хроническая это или сердечная, или острая сердечная недостаточность, мы можем определить срочность тех или иных обследований. В идеале, конечно, нам надо посмотреть все, но тут уже исходя от финансовых возможностей владельца. По идеологиям не забываем, что есть кардиогенные причины сердечной недостаточности и некардиогенные. Кардиогенные причины, например, это, как я уже сказала, декомпенсация хронической сердечной недостаточности или, допустим, миокардит. С миокардитом мы часто сталкиваемся у кошек, это воспалительный процесс в миокарде, и то, что мы видим обычно после стерилизации кастрации в течение недели, когда они поступают в острой сердечной недостаточности, как правило, с отеком легких. И некардиогенные причины сердечной недостаточности, например, резкое повышение давления в малом кругу кровообращения. Это может быть тромбоэмболия легочной артерии. Или это тампонада сердца, когда в сердечной сумке в перекарде скапливается жидкость, возникает идиопатический миокардит, то есть причина не в сердце как таковом, но оно страдает, потому что жидкость давит на сердце, не позволяет нормально ему работать. Также к некардиогенным причинам можно отнести массивную инфузию, когда перекапали животное, вводили, допустим, большие объемы с большой скоростью. Все это может привести к развитию сердечной недостаточности. Соответственно, зная, предполагая причины ее, также надо о себе ответить на вопросы, какие анализы нам необходимо знать, какую информацию мы хотим получить. И также это были причины острой сердечной недостаточности. У хронической сердечной недостаточности кардиогенные причины чаще всего это различные виды кардиомиопатии, гипертрофическая кардиомиопатия у кошек, эндокрадиоз метральных клапанов, это могут быть рожденные пороки сердца. И также к некардиогенным причинам хронической сердечной недостаточности То есть можно изнести перикардиты и опухоли, которые находятся в грудной клетке и могут также задавливать сердце. Следующий слайд, пожалуйста. Говоря об анализах крови, то есть мы сегодня рассмотрим калий, натрий, хлор, магний именно в плане электролитов. Конечно, основной упор я бы хотела сделать на пациентах с хронической сердечной недостаточностью, потому что это большинство наших пациентов. И в хроническом процессе одну из самых важных ролей играет система РААС, ренин-ангентезин-алестероновая система. Сейчас напомню, как она работает и расскажу, кто не знал, как же работает эта система. У нас в почках, не диффузно, а именно в сосудах почек, находятся гладкомышечные клетки. Они называются гломерулярные клетки. Они вырабатывают дренин. Что делает дренин? Он повышает артериальное давление. В каких случаях будет выработка ренина, если давление низкое или если происходит симпатическая стимуляция этих гломерулярных клеток. Допустим, у нас есть сильный стресс или кровотечение. Соответственно, будет вырабатываться ренин, будет повышаться давление артериальное. У нас в дистальном зитом канале с нефрона находится плотное пятно. Плотное пятно, оно очень чувствительно к уровню натрия. Соответственно, при низком артериальном давлении, вот это плотное пятно улавливает, что проходит мало крови через нефрон. Это плотное пятно, что реабсорбируется много соли. И вот эти клетки, они обнаруживают, что мало соли в моче и стимулируют дюксогломерулярные клетки, чтобы те подняли артериальное давление. При этом сигналы к ним передаются с помощью медиатора просто гландина. Соответственно, это что происходит в почках, что происходит в печени. В печени у нас вырабатывается ангионтензиноген. Это неактивный гормон, но при взаимодействии с ренином он переходит в ангионтензиноген 1. Внутри сосудов происходит его преобразование в ангионтензин 2. Это активный уже гормон, и у него есть 4 органа мишени, на которые он воздействует. Это гладкая мускулатура сосудов, это почки, это железо, это гипофиз и надпочечники. Какие эффекты ангионтензин оказывает на эти органы и структуры? Что касается сосудов, он вызывает их сокращение, базоконстрицию и повышает сосудистое сопротивление. То есть в условиях низкого давления ангионтензин посылает сигнал, чтобы мускулатура сократилась. Соответственно, сопротивление крови, ток у крови возрастает, повышается артериальное давление. Почкам, какой он сигнал посылает, реабсорбировать больше воды. С увеличением объема, отсюда увеличивается объем циркулирующей крови. У нас увеличивается систолический объем и увеличивается выброс. С учетом того, что растет сопротивление в гладкой мускулатуре сосуда. Что происходит с гипофизом, когда поступает сигнал, когда на него воздействует ангионтензин-2. Вырабатывается антидиуретический гормон, он называется прессин. Он также действует на гладкую мускулатуру сосудов и на почки, увеличивая эффект от ангионтензина-2. И надпочечники. В надпочечниках находится альдостерон. Он похож на антидиуретический гормон по своему действию. И, соответственно, он также воздействует на почки и регулирует давление. Что еще можно сказать про альдостерон? Это минерал, кортикоидный гормон корынок почечников. И он регулирует содержание в крови натрия и калия. И он от натрия и калия. И он вызывает усиленную поглощение, реабсорбцию натрия в почках и повышение экстрекции калия с мочой. И альдостерон способствует транспорту натрия и воды во внутриклеточное пространство. И конечным результатом этого является повышение объема циркулирующей крови и повышение системного артериального давления. То есть система РАС активируется при хронической сердечной недостаточности. И как вы могли понять из этой информации, что ионы играют немаловажную роль. И знать их уровень нам необходимо, чтобы регулировать систему РАС. И одновременно, чтобы осуществлять контроль за лечением. Потому что так как система РАС влияет на выделение или экскрецию ионов, так и препараты, применяемые для лечения хронической сердечной недостаточности, могут влиять на уровень ионов. И как их недостаток, так и их избыток может нарушать функцию организма. Поэтому нам так важно иметь представление, когда животное поступает, какой у него был изначальный уровень электролитов. И в результате нашего лечения, как мы изменяем эти показатели. Можно следующий слайд, пожалуйста. Какие препараты для лечения хронической сердечной недостаточности? Их много, но в основном это группы ингибиторы ангенцинзинопревращающего фермента, скобочек перечисленные действующие вещества. Деназеприл, аримеприл, эналаприл. То есть ингибиторы напрямую воздействуют на 7 раз. Это петлевые диуретики. В частности, форосимит-теросимит, относящийся к салуретикам. Это калийберегающий диуретик и антагонист альдостерона, сперамурлактон. Вы его можете знать под коммерческим названием вершперон. Это сенсибилизатор кальция, селективный ингибитор фосиподестераза-3, пимобиндан, либо ветмедин, коммерческое название. Сразу, пока не забыла, говорю, что когда мы применяем, у животных вершперон, тут написано, что он относится к группе калийберегающих диуретиков, но в основном мы хотим, чтобы он оказывал именно гормонорегулирующее действие на альдостерон. То есть, когда владельцы говорят, что слишком много диуретиков, он не оказывает такого прямо выраженного действия на мочеиспускательную систему. Поэтому объясняйте, что в тех дозах, которые мы назначаем, мы хотим регулировать в первую очередь гормон, а не вывод мочи, допустим. Можно следующий слайд. Какие эффекты? То есть, когда к вам приходит пациент, и он уже получает терапию хронической сердечной недостаточности, и мы можем, зная, какие именно препараты, предполагать изменения. И также, зная длительность приема этих препаратов, мы можем предполагать, какие изменения могут быть по анализам крови. Но что стоит обратить внимание? Как ингибиторы АПФ? Они задерживают калий. Петлевые диуретики? Они увеличивают реабсорбцию натрия и хлора в области восходящего отдела петлигенлием, усиливают выведение калия. То есть, видите, какое действие? Это разнонаправленное. Одни задерживают, другие выводят. Спиронолактон. Увеличение выведения натрия, хлора и воды, но уменьшает выведение калия и мочевины. Помните, что алистерон увеличивает экскрецию калия с мочой, а спиронолактон уменьшает выведение калия. Усиление диуретического и гипотезинного действия диазидных петлевых диуретиков и ослабление, вызываемое ими гипокалиемии. То есть, как петлевые диуретики усиливают выведение калия, так спиронолактон одновременно пытается его все-таки удержать в организме. Все эффекты, которые я перечисляю, они связаны, а это не только те эффекты, которые они оказывают, но это те эффекты, которые в рамках нашей лекции нас интересуют. То есть, как они влияют в первую очередь на ионы. Пимомбиндан. Он повышает чувствительность и эффективность связывания сердечного тропонина в миофибриле с ионами кальция, которые уже присутствуют в систоле. Основные их эффекты. Можно следующий слайд. Для чего нам нужно знать еще? То есть, как бы ионы, перечисленные ионы, они выполняют множество функций. Мы рассмотрим только в рамках работы сердца. И в первую очередь, конечно, это функция сокращения сердца, функция возбуждения. Они играют одну из важных ролей. Вкратце расскажу вам про мембранную теорию возникновения биопотенциалов. То есть, в норме клетка заряжена отрицательно и находится в покое. То есть, если говорить про нормальный кардиомиоцит, не проводящий систему, не тот, который вырабатывает импульс, а просто массу сердечную, то в норме эти клетки находятся в покое. И вот это состояние покоя, состояние трансмембранного потенциала покоя, оно обеспечивается как раз таки ионами. То есть, в клетках находятся ионные каналы, через которые проходят ионы натрия, ионы калий, ионы хлора. И, соответственно, они двигаются под воздействием своих градиентов. И когда клетка находится в покое, то есть, обеспечивается именно вот этим перемещением ионов внутрь и вне клетки. Следующий слайд, пожалуйста. Когда на клетку воздействует возбуждение, когда она начинает возбуждаться, у нас меняется заряд внутри и внешней клетки, что приводит к тому, что у нас открываются те или иные ионные каналы. Соответственно, допустим, в первой фазе, когда уже трансмембранный потенциал действия возникает, у нас быстрый натриевый ток в клетку, натриевые каналы открываются, туда поступает натрий. Потом у нас есть небольшой ток ионов хлора внутрь клетки. Потом у нас есть фаза платок, когда поддерживается трансмембранный потенциал действия на одном уровне за счет медленного тока калия и натрия. И калий выходит из клетки. То есть натрий и калий входят в клетку. Кальций и натрий, извините, входят в клетку, а калий выходит. И при этом сердечная мышца находится в состоянии возбуждения, то есть в рефракторном состоянии. И потом у нас за счет входа в калия в клетку восстанавливается поляризация клеточной мембраны и трансмембранный потенциал действия достигает значения трансмембранного потенциала покоя. К чему все это? То есть если вы, допустим, запутались и ничего не поняли сказанного, к тому, что электролитные нарушения будут вызывать нарушение проводимости в сердечной мышце. То есть что может происходить? У нас может нарушаться как способность клетки возбуждаться в ответ на действие импульса, так и может изменяться время проведения по клетке вот этого импульса, то есть оно может удлиняться, и мы будем видеть изделия на изменения на ЭКГ. Давайте следующий слайд. Сейчас немножко более подробно. Это нормальная ЭКГ. Узбец П у нас указывает на сокращение пресердий. Узбец Ку – это небольшое возбуждение межжелудочков в перегородке. Комплекс Курес, в принципе, это возбуждение по желудочкам. И дальше у нас восстановление идет опять деполяризация конечной миокарды желудочков. И зубец Т мы видим. И дальше опять сердце как бы ждет очередного сигнала, чтобы опять сократиться, начиная с предсердий. И следующий слайд, пожалуйста. А какие у нас электролитные нарушения могут приводить к изменениям на ЭКГ? На самом деле, с чем мы сталкиваемся в практике, то есть это в теории. Мы будем видеть электролитные нарушения на ЭКГ. Мы можем подозревать, то есть в виде изменения на ЭКГ мы можем подозревать или иные нарушения электролитов. Но, как правило, не как правило, но чаще всего все-таки нет корреляции между изменениями на ЭКГ. То есть, допустим, у нас по анализу крови есть изменения электролитов, а по ЭКГ мы их не видим, допустим. И наоборот. То есть у нас есть подозрение, что возможно есть электролитные нарушения. Мы направляем животное на обследование, ну, полноценная крови с электролитами, там все нормально. Поэтому это не обязательно будет. Но с чем мы сейчас часто можем действительно столкнуться, это третье ЭКГ. Тяжелая гиперкалиемия, то есть третье ЭКГ, ну, нижнее ЭКГ слева. У нас плоский П, иногда мы его вообще не видим, то есть у нас нет признаков сокращения предсердий. И уширение комплекса КУРЭС, то есть нарушается проводимость по желудочкам. То есть повышение уровня калия, ну, не знаю, если это связано с терапией вашей сердечного заболевания, допустим, вы назначили животному и абирошпирон, и ингибитор АПФ, оба задерживают калий. Да, нет, допустим, диуретика в схеме лечения, который выводил бы излишний калий. И вот у вас вы вызвали сами этим лечение гиперкалиемию. Но часто такая картина может встречаться у котов с острой задержкой мочи, когда мы видим изменения на ЭКГ, причина которых не в сердце, не в работе сердца, а только в том, что у животного с задержкой мочи есть гиперкалиемия, и это оказывает свой эффект на работу сердца. Также при гиперкалиемии мы можем видеть высокий зубец Т, но это происходит не всегда. Иногда мы видим на ЭКГ высокий зубец Т, мы предполагаем электролитные нарушения, вызовем кровь, там все нормально. Ну, и остальные состояния, как гиперкалиемия, мы не рассматриваем в ходе нашей лекции. Гиперкалиемия, она может, то есть изменения, которые вы видите справа, верхняя, они не очень специфичные, да, там снижение СТ, плоский Т, то есть если вы снимаете ЭКГ и разбираетесь хорошо, вы можете как-то еще попадать. То есть если для вас ЭКГ не является ракетным методом, которым вы обладаете, то, скорее всего, изменения могут остаться незамечены. А дальше? Так, когда, вообще, да, какие диагностические тесты нам доступны, когда речь идет о кардиологических пациентах? То есть когда к вам поступает на прием животное, конечно, вы сразу можете взять у него кровь, да, но в первую очередь вы его осмотрите. Потом вы проведете инструментальный метод диагностики, допустим, рентген, тонометрия, если есть подозрение на заболевание сердца, то это будет ЭКГ, ЭХ, возможно, холтерское мониторирование. И дальше уже только идут лабораторные методы диагностики, то есть анализы крови, это общеклиническая анализа крови, биохимия, тропонин, это, ну, в биохимию входят ионы как раз, НТ, проби, НТ, цитология, если там есть выпад, допустим, или перикардит. Вот, и дополнительные тесты, такие как отчет ЧДД. То есть все-таки, несмотря на важность исследовать кровь, не забываем, что мы действуем по алгоритму. И какие, ну, то есть физикальный осмотр вы можете уже получить много данных, исходя из физикального осмотра, да, и скорость наполнения капилляров, патрахиальный рефлекс проверить, дефицит пульса, наличие аритмии, да, положить, есть она или нет, послушать обязательно, шумит, не шумит. Да, и, соответственно, если вы не владеете методами инструментальной диагностики, и следующий ваш этап, тогда уже становится кровь. То есть, если вопросы, опять же, о возможностях владельца, надо понимать, как при минимальных затратах извлечь максимально информацию из наших обследований. Вот, у меня посыл к этому, что просто так взять, чтобы брать, или исследовать, чтобы издать снимок рентгенов, мы все-таки не делаем. Дальше. Так, что касается, ну, если с фалием, с натрием, с хлором, да, они там звучали, что они входят в клетку, выходят, выводятся препаратами, регулируются системами, то про магний, чтобы вы поняли, информации было, до этого не было. Зачем же нужен магний в организме? Он участвует в процессах мембранного транспорта, он играет важную роль в образовании ферментов, это его общее действие на организм, принимает участие в энергетическом и электролитном обмене, выступает в качестве регулятора клеточного роста, необходим на всех этапах синтезо-розуковых молекул. Что происходит с магнием? То есть, давайте следующий слайд, там будет одно исследование только, которое мне удалось найти на PubMedium, касаемо, ну, одно исследование, которое касается непосредственно магния, содержания магния в сердце, да, и, в принципе, сердечной недостаточности у животных, да, у собак. Расскажу сейчас про это исследование. Значит, что происходит с общим содержанием магния в сердце при сердечной недостаточности? Как правило, он снижается, но при этом неясно, является ли потеря магния первичной или трогенной. И, кроме того, неизвестно, влияет ли уровень свободного магния или изменение свободного магния на изменение клеточной электрофизиологии. Поэтому было решено произвести исследование вот это, и, чтобы определить, приводили сердечную недостаточность к потере сердечного магния, ну, уровня потери магния в сердце непосредственно. И чтобы это снижение было достаточным, чтобы вызвать нарушение, ну, изменение на ЭКГ, скажем так. Во исследование были включены 8 беспородных собак. Им была проведена стимуляция желудочка с ускорением частоты сердечных сокращений до 250 ударов в минуту. И в течение трех недель была инфицирована сердечная недостаточность. Магния измеряли перед кардиостимуляцией и после гибели животных. И миоциты восьми нормальных собак служили контролем. Так, не знаю, год, по-моему, опубликован в 1998 году. Ну, с моей точки зрения, немножко негуманное исследование в том плане, что взяли 8 здоровых собак, взяли 8, которых вкусно вызывали сердечную недостаточность. В том, что мы всех фортотензировали, чтобы исследовать, чтобы только определить уровень магния. Но, как бы, исследование было проведено и результаты были получены. Что среднее значение магния значительно снизилось у животных, которым была проведена электрическая кардиостимуляция. И среднее значение сердечного магния было значительно ниже у собак сердечной недостаточности. Какие выводы можно сделать из этого исследования? Что сердечная недостаточность, вызванная в ходе эксперимента, она приводит к потере как тканевого магния, так и сердечного, тот, который находится в сердце, при отсутствии, если нет никакой лекарственной терапии сердечной недостаточности. И, соответственно, вот это снижение свободного магния в сердце, оно может способствовать аномальной реполяризации при сердечной недостаточности. То есть могут наблюдаться изменения на электрофизиологии сердца при низком уровне магния. Следующий проект. Этим исследованием было показано. Как часто, ну, то есть, что можно, что использовать. А вот если ввести в гугл магнезия животным, да, тут возникает, что нужно знать об эртоназии животных. А вот на самом деле магнезия, она применяется для лечения, в том числе, жизнеугрожающих желудочковых аритмий. Например, фибрилляция желудочка. Не только для... Ну, сейчас он не франзирует магнезию. Я надеюсь, никто так не делает. Но препарат магния и сульфат, он применяется для именно лечения аритмий. Так, дальше. Кропонин. Значит, прежде чем мы перейдем к... Прежде чем мы перейдем к биомаркерам сердца, расскажу еще немножечко по поводу гиперкалиемии, гипокалиемии, по поводу натрия флора. И у животных с хронической сердечной недостаточностью. Значит, как я уже сказала, что гиперкалиемия может приводить к нарушению выработки импульса и проведения этого импульса по сердцу. Гипокалиемия может также влиять на проводимость по миокарду. Но что интересно, что даже... То есть гипокалиемия, гипокалиемия, снижение уровня халия, она наблюдается у животных чаще у тех, которые получают торосимид, а не фуросимид. То есть гиуретики не могут вызвать снижение уровня халия, но вот в плане препаратов торосимид оказывает более выраженное действие в этом отношении. Гипокалиемия, она редко встречается у пациентов с хронической сердечной недостаточности, которые получают гиуретики. Даже если при этом они получают ингибиторы АПФ и спиронолактон. То есть если у животного есть препарат, который задерживает калий, но при этом есть гиуретики, которые выводят его. Гипокалиемия мы видим редко у таких животных, но отслеживать уровень электролитов все равно необходимо. Что еще по поводу натрия хлора? То есть эта информация в принципе о том, как происходит у нас задержка воды или потеря воды, как надо регулировать. И потребление соли у животных с хронической сердечной недостаточности. На примере эндокардиоза метрального клапана, как наиболее часто встречающиеся патологии сердца у мелких собак, мы можем сказать, что это зависит от стадии заболевания. То есть когда вы получаете информацию, когда вы определяете стадию сердечной недостаточности и понимаете, допустим, нужно вам электролит дополнительно брать, чтобы можно провести корректировку диету или это та стадия, когда мы еще не ожидаем их изменений. То есть на начальных стадиях проводить какую-то диетокерапию с животным не надо, эндокардиозы конкретно. Потом уже надо ограничивать потребление на более поздних стадиях. То есть у эндокардиоза это стадия С, надо ограничивать потребление натрия, обеспечивать адекватное потребление белка. на более поздних стадиях уже надо ограничивать у тех животных. Ну, стадия Д, когда у нас есть рефератерная стабильность, то у нас надо снижать потребление натрия с пищей, если при этом место не будет страдать аппетиту животного. То есть многие находят, ну не многие, а животные, некоторые находят пищу непривлекательной, если в ней снижено содержание соли. Или при этом нарушается функция почек. Посыл в следующем. Если у вас животное с сердечной недостаточностью, оно не всегда нуждается сразу в диете и снижение отказа от соли. То есть есть такое мнение, что если есть заболевание сердца, надо сразу назначать диету, которая будет именно ограничивать потребление лука, потребление соли, не всегда она нужна. И даже если она нужна, надо оценить. Для нас главное, чтобы животное ело на более поздних стадиях. А уж с солью или без соли, если оно лучше ест солью, то закрываем глаза на этот участный натрий и формим так, чтобы оно ело. То есть полученная информация об электролитах не должна идти в разрез, то есть решение по схеме лечения не должно идти в разрез тем, какой эффект оказывает на животное и как при этом животное себя чувствует. Так, это что касается электролита. Что касается биомаркеров сердца. Тропонин. Конкретно мы исследуем у животных тропонин Ай. Это регуляторный глобулярный белок, состоящий из трех субъединиц, которые участвуют в процессе мышечного сокращения. Он содержится в скелетных мышцах и миокардию, но не содержится в галакому мускулатуре. Это информация просто про тропонин, не тропонин Ай, именно про тропонин. Что касается тропонина Ай, следующий слайд. В норме у нас миозин не присоединен к актину, потому что он разделен тропомиозином, которому мы прикреплен как раз тропонин Ай. То есть при отсутствии каких-либо внешних воздействий у нас не происходит мышечного сокращения, потому что есть блок, скажем так. Когда на мышечную клетку подается потенциал действия и стимулирует ее сокращение, то тогда открываются кальциевые каналы, которые выпускают ионы кальция, и при этом ионы кальция соединяются с тропонином, вызывая его структурные изменения. Тропомиозин при этом, который блокирует, смещается, и актинованин присоединяется к актинованине, вызывая сокращение. То есть для того, чтобы у нас сократилась сердечная мышца, во-первых, должен поступить калий, и воздействие на тропонин. Чем хорош тропонин Ай в плане диагностики? Это фермент, который присутствует в сердечной мышце. То есть если он изменяется, мы не подозреваем никакой другой орган. Есть ограничения, мы о них поговорим чуть позже. Но смысл в том, что когда есть подозрение на заболевание сердца, это хороший биомаркер, чтобы использовать в плане диагностики. Следующий слайд. Итак, зачем нужно брать тропонин? Он является биомаркером повреждения, кардиомиоцитом, то есть если он повышается, в норме он до 0,1 грамма на миллилитр присутствует. Но есть определенные ограничения в плане стандартизации метода исследования, которые еще требуют дальнейшей доработки. Из плюсов – это его доступность. И с учетом схожести данного вещества с человеческим, то в некоторых случаях даже могут быть использованы тесты, которые используются для определения тропонина Ай у людей. Минусы. Отсутствует стандартизация, и референсное значение варьируется между разными анализами, и он не специфичен конкретному заболеванию сердца. То есть если повысился тропонин Ай, нельзя сказать, что животного гипертонетическая кардиомиопатия, или мотал, или эндокардиоз. То есть если он повысился, то это просто говорит о провеждении кардиомиоцита. Ни о чем больше. То есть диагноза мы не можем поставить, он следует дальше проводить диагностику. Следующий слайд. Что нужно помнить? Что существует некардиогенные причины повышения тропонина Ай. К ним относятся, например, укус ядовитой змеи, заворот желудочно-кишечного тракта, не желудочно-кишечного, а желудка, либо кишечника, тупая травма груди, заболевания селезенки, неоплазия, пиометра. То есть когда он тропонин Ай повышен, то причина действия, почему имеется эффект на сердце, но другими факторами. То есть само сердце не больное, но что-то произошло в организме такое, что повлияло на сердце, соответственно, изменился, появился повышенный уровень, мы выявили повышенный уровень тропонина Ай. А как, допустим, тут приводится примеры заболевания селезенки? Допустим, при наобразованиях селезенки у здорового сердца при отсутствии именно каких-то патологий сердечных, мы можем на ЭКГ видеть нарушение ритма, экстрасистолы, дополнительные сокращения желудочка. Но после удаления наобразования эти экстрасистолы, они потом проходят, потому что нет основного заболевания сердца. Точно так же и здесь. То есть эти заболевания, они могут приводить к повышению уровня тропонина, то есть есть повреждения сердечных, торги миоцитов, но при этом сердце не болеет. Поэтому тоже обращайте на это, пожалуйста, внимание. Следующий слайд. Что можно сказать в отношении заболеваний сердца? Есть прямо пропорциональное зависимое значение тропонина от стадии эндокрадиоза у собак. То есть было проведено исследование и выявлено, что более выраженные изменения уровня тропонина наблюдаются на более поздних стадиях эндокрадиоза у собак. Есть данные, что большее значение у собак в клинической стадии ДКМП, дилитационной кардиомиепатии, чем в доклинической стадии. То есть изменения могут быть на исследовании эхо, допустим, одинаковые, но если у животного... Ну, вы знаете, что мы не лечим цифры, мы лечим пациентов, и если одно животное с размером сердца, полости левого желудочка, 50 мм, то есть 5 см, будет чувствовать себя нормально и у него не будет симптомов, то другое, оно уже будет нуждаться в терапии. Иногда даже довольно агрессивной. В том плане, что все болеют, все переносят по-разному. Поэтому есть животные, у которых есть симптомы, есть у которых нет симптомов. Вот данные этого исследования говорят, что большее значение у тех животных с дилитационной кардиомиепатии, у которых уже есть клинические симптомы. При этом изменения на эхо могут быть одинаковые. Что еще интересно в отношении тропонина Ай, а прогноз после послеоперационных осложнений при операции не связанных с сердцем. То есть есть данные, что если у вас в предоперационном периоде повышен тропонин Ай, то в раннем послеоперационном периоде и даже через несколько месяцев после мы можем ожидать осложнения после операции, которые не связаны с сердцем. Также повышенный уровень тропонина был обнаружен у многих пациентов, у которых не было предметов осложнений на сердце. и также был выявлен повышенный уровень тропонина у собак с системным воспалением при отсутствии первичного заболевания сердца, что говорит о первичном повреждении кардиомиоцитов и прогнозе таких животных. Если у вас есть животное с системным воспалением с повышенным уровнем тропонина Ай и при этом нет заболевания сердца, которое бы привело к повышению прогноз таких животных очень осторожный и в одном исследовании речь идет о 28 дня в месяц. Вот тоже полезная информация, которую мы можем получить этим обследованием, проведя эти обследования. И на что еще зачем мы можем применять, когда мы в каких случаях можем брать тропонин Ай является хорошим артером при для дифференциации кардиогенных причин перекордита от некардиогенных причин. То есть при идиопатическом перекордите, чтобы отличить перекордита допустим от гемангиосаркома опухоли, то есть при гипотетическом значении тропонина могут оставаться в норме, при гемангиосаркоме значения тропонина будут повышены. Если вы сомневаетесь, вы можете всегда сдать тропонин смотреть на его уровень в этом случае. Следующий слайд. Конечно, нам хотелось бы подводить то, чтобы у нас был такой какой-то один анализ, чтобы мы его взяли, ну точно, сердце, что болеет, а еще лучше сказать, чем болеет. Но такого, к сожалению, у нас не бывает пока что. Поэтому нам тропонин нужен, он необходим в комплексной диагностике пациента. Его повышенные значения являются только показанием к дальнейшей диагностики, и он должен быть рассмотрен одновременно с историей болезни, результатом физикального осмотра и других диагностических тестов. То есть, как нет волшебной таблетки от всех заболеваний, так нет волшебного анализа, который мы могли бы использовать, чтобы определить заболевание сердца. По теме сегодняшней лекции почти все. Хотела вам последним слайдом, можно переключить, еще рассказать про такой анализ, как антипробинки, который также берется у пациентов с подозрением на заболевание сердца. Это натригиоретический пепет Б. То есть, он, его значения повышаются, это пепетитный гормон, его значения повышаются, если у нас кардиомиоцит испытывает нагрузку и растягивается. То есть, это маркер растяжения сердечной мышцы. Вот. Концентрация плазмы повышается у собак в дилитационной кардиомиопатии, он указывает на вероятность наличия заболевания сердца. Но, что в ходе исследования одного из было выявлено, что нормальные значения могут помочь отличить умеренную стадию заболевания от выраженных. То есть, при умеренной стадии значения антипрабинти могут называться нормальными, в то время как, если стадия заболевания выраженная, антипрабинти будет повышен. И есть большая вариабельность значений между породами здоровых собак. То есть, тоже ограничение к этому. Этот тест не может быть использован так же, как и тропонин-Ай в качестве одного теста для постановки диагноза, но еще одно ограничение, что часть тестов имеет сложно отрицательный результат. Вообще, их, ну, как бы, антипрабинти, определение уровня антипрабинти бывает как качественное, так и количественное. Качественное просто, а там в тесте будет показано повышен, не повышен, без определения концентрации. Вот эти тесты, они применяются в практике. В плане определения конкретной концентрации сложно, потому что нету референсных лабораторий, которые бы определяли этот уровень, вот, по крайней мере, в отличие от тропонин-Ай исследований проводят чаще, поэтому вы можете использовать количественный метод, допустим, еще одна область применения данного теста у кошек на выраженных стадиях сердечной недостаточности из-за кардиомиопатии может растягивать левое претертие, тоже антипробиентин может быть маркером этого растяжения кардиомиоцитра. Вот, поэтому у меня на сегодня все, что касается электролитов, что касается тропонина, спасибо вам большое за внимание, оставляйте свои вопросы в комментариях к этой лекции, я на них отвечу, надеюсь, что вам было интересно и полезно, спасибо большое. Да, Юля Владимировна, спасибо вам большое за лекцию, было очень интересно, я хотела бы еще напомнить сейчас нашим слушателям, что в нашей лаборатории проходит акция, будет длиться до конца месяца, которая называется контроль сердца, как раз туда входят тропонин, электролиты, натрий, хлор, калий и магний. Вот, по всем вопросам, кто заинтересовался нашей акцией, вы можете обратиться к своему курирующему менеджеру или на почту hellowithunion.ru Юля Владимировна, спасибо вам огромное за лекцию, нам было очень интересно, надеюсь, до новых встреч. Все доброго.